Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 20 сентября и перед началом хочу всем участникам сообщить, что у нас будет сегодня первый тестовый формат онлайн-трансляции, на котором мой коллега Фредерик Даниэль будет присутствовать в момент поступления информации о процентной ставке США и комментировать те заявления, которые будут сделаны. Онлайн-трансляция будет проходить на нашем YouTube-канале. Под описанием к этому видео вы можете найти ссылку и мы вас приглашаем принять в ней участие, комментировать, оставлять ваши вопросы и пожелания. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели обновление локальных максимумов, доходили до отметки 1.20. Сегодня с утра мы торгуемся уже выше максимальных значений, которые были вчера, поэтому на текущий момент тенденция на укрепление, которая началась на прошлой неделе, все также сохраняется. Ближайшая цель по движению это область 1.2067. На текущий момент ближайший разворотный уровень, который мы можем отметить по данному активу, находится на минимальных значениях, которые были вчера. Это область 1.1947. Если говорить о возможных продажах, о возможной коррекции, то это вероятно только после ухода ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Пара британский фунт, американский доллар, вчера не смогла вновить локальные максимумы и не ушла ниже минимальных значений, поэтому пока мы видим период консолидации по данному активу. Возврат к продажам будет актуален после закрепления ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, отметка 1.3467. Уход выше максимальных значений вторника уже вернет нас к покупкам по данному активу и движение в область уже 1.36-1.37, но вновь будет актуально. Поэтому для возобновления покупок отслеживаем пробитие значения 1.3551. Пара австралийский доллар, американский доллар, вчера мы видели уже закрытие торговой сессии выше, чем было открытие. Мы плавно подошли к уровню сопротивления, который находится на максимуме 18 сентября. И на текущем он ближайшая цель по движению – это закрепиться выше отметки 80.34. Закрепление выше этого уровня вернет нас уже к покупкам по данному активу с перспективой движения в область 81.28. Пара американский доллар, японская иена вчера обновила локальный максимум, поэтому на текущий момент мы видим, что коррекционные восходящие движения продолжаются. Ну а возврат к продажам, то есть к тенденции уже основной, которую мы видим на старших таймфреймах, произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 111.18. Собственно, закрепление ниже данного уровня уже даст нам первые предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения с перспективами снижения в области 107. Пара американский доллар, канадский доллар также продолжает укрепляться. Вчера мы не видели обновления локальных максимумов. Достаточно неволатильный был рынок, порядка 50 пунктов вся торговая сессия составляла. Поэтому на текущий момент мы также отслеживаем движение в область максимальных значений, то есть тенденция на укрепление пока сохраняется. И она будет актуальна до тех пор, пока пара торгуется выше минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 1.2253. Уход ниже этого уровня вернет нас уже к продажам по данному активу. Пара еврофунт вчера смогла устоять выше максимальных значений, которые мы видели 18 сентября. Закрепилась полностью за этим уровнем. И на текущий момент по данному активу мы видим начало восходящего движения, которое в свою очередь уже может перерасти в более сильный тренд и уйти вверх уже в область 93. Ну а пока, так как мы рассматриваем внутридневные движения, ближайшая цель это закрепиться выше уже максимальных значений, которые были вчера. Поэтому на текущем тенденции на укрепление евро по отношению к британскому фунту остается в приоритете. Уход ниже минимальных значений, которые были вчера, 88.42 отметка, уже вернет нас также к коррекционному нисходящему движению по данной паре. Золото сегодня с утра пытается закрепиться выше максимальных значений, которые были вчера. Это отметка 1310 долларов за тройскую унцию. И фактически сейчас мы видим начало уже восходящего движения. Ну а будет это коррекция или уже движение в область основного тренда на 1357, мы будем смотреть далее. Но сейчас мы видим начало этого движения. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые мы видели вчера и позавчера. Это отметка 1305 долларов за тройскую унцию. Поэтому на текущем тенденции на укрепление остаются в приоритете. Ближайшая цель, как я уже сказал, это область 1356 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent также продолжает торговаться в боковике. Верхняя граница это 56, нижняя граница это 54.80. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Поэтому здесь более вероятно уход выше 56. Закрепление за этим уровнем. Но в свою очередь, если мы увидим обновление минимальных значений, которые были на этой неделе, это отметка 54.93, то уже с этих уровней вероятно продолжение нисходящего движения по нефти марки Brent. Индекс DAX вчера не смог уйти ниже минимальных значений, которые мы видели 18 сентября, которые мы видели ранее. И на текущем тенденции на укрепление пока остается в приоритете. Ближайший критический уровень находится на минимальных значениях, которые были вчера. Это отметка 12525. Если индекс DAX может закрепиться за этим уровнем, то уже вероятно движение сначала в область 12480, и затем далее уже на 12000 мы можем пойти по индексу DAX. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, что сегодня пройдет онлайн-трансляция, первая онлайн-трансляция в тестовом режиме, где мой коллега Фредерик Даниэль будет комментировать решение по процентной ставке в 21.00 по Москве. Поэтому всех вас приглашаю. На нашем YouTube-канале вы можете нажать кнопку «Напомнить» на этой онлайн-трансляции, и будем рады вас на ней видеть. Всем спасибо за внимание, хорошего торгового дня, и увидимся завтра.